Они стремятся ко всему новому, заряжая коллег своим энтузиазмом и активностью. 17 педагогов из Чебоксар вступили в борьбу за титул «Учитель года 2018». В вторичной школе номер 43 конкурсанты провели открытые уроки в незнакомом классе и в присутствии строгого жюри. Какие нестандартные приемы и методы использовали учителя, чтобы донести материал до школьников и проявить себя, узнавал Рифат Фадкулин. Незнакомый класс, другая школа. От учителя требуется не только на отлично провести урок, но и быстро найти контакты с детьми. Что такое витамин С, как он влияет на живой организм и какие тайны в себе скрывает. В новую тему восьмиклассники погрузились вместе с Ангелиной Потаповой. Преподаватель учит своих подопечных прежде всего рассуждать и решать примеры не только из учебников, но и из жизни. Так что новые знания точно отложатся в их головах. В рамках моего урока предусмотрена исследовательская работа, то есть практическая работа по выявлению витамина С. Также главной целью моего урока является то, чтобы сформировать здоровый образ жизни у учеников. То есть выявить те условия, которые негативно влияют на наше здоровье. На моих уроках я стараюсь доступно объяснять моим ученикам, потому что я использую современные технологии. Так же, как есть технологии, так же проблемные уроки. Я использую, потому что когда ставятся перед учениками проблемы и ситуации, они лучше воспринимают материал, сами извлекают цель из данного урока, так же строят задачи. На таком уроке солируют ученики, а учитель выступает в качестве помощника. Педагогический стаж у Ангелины Потаповой всего три года. Зато есть главное – желание научить. Доверительная атмосфера, оригинальные задания, активная работа в группах помогает восьмиклассникам легко постичь основы химии. Добавили, ну, взяли воду, а потом добавили туда йод, а он стал темным. Потом добавили лимонную кислоту. Я начал обесцвечиваться, стал серый. И лимонная кислота, она обесцвечивает продукты всякие. А это урок чувашского языка для третьего класса. Дети изучают цифры от одного до десяти. Ни слова на русском, каждая минута на счету. Здесь и вопросы, и пояснения, и, что самое главное, диалоги. Как мы знаем, дети все любят играть, и мы с детьми сегодня от души поиграли. И, конечно же, телефонные номера теперь они могут сказать не чувашском. Они могут в магазине спросить, сколько стоит тот или иной товар. Главная моя задача, чтобы дети могли разговаривать на чувашском языке. Не писать и читать. Это тоже важно. Самое главное – разговаривать. Чтобы с бабушками, с дедушками могли свободно общаться. За работой конкурсантов внимательно следят члены комиссии. Показать все то, что он умеет, знает. И хотела бы сделать в школе, в которой он новый человек. Он пришел из своей школы. И учеников он тоже не знал. В процессе урока, 20 минут, где-то этот урок. Нужно выложить все свои знания, весь свой багаж. Все свои умения продемонстрировать. Не каждый с этим справляется. Но учителя очень достойные, все достойные. Открытый урок – только одно из конкурсных заданий. Мастер-класс также они показывают для аудитории учительской. В первый день мы отбираем наибольшее количество набравших баллов учителей. И уже они проходят во второй тур. Сегодня вечером, после двух конкурсных заданий, мы раздаем им тему педсоветов. Они их еще не знают, это будет для них ново. За ночь они должны будут подготовить эти темы. И завтра уже они будут выступать с этими темами для экспертной комиссии. Сделать учительский труд престижным, выявить талантливых педагогов и открыть новые имена в образовании – это главная цель конкурса. Лучшему учителю Чебоксара предстоит защищать честь города на республиканском уровне. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.